Грейт Волл Ховер H5 Вообще-то мы недавно рассказывали о нем, но тут такой повод Ведь это первый китайский внедорожник с автоматом, который будет продаваться в России Такое пропустить нельзя Если не брать в расчет японскую историю этой модели То именно как Грейт Волл Ховер она существует с 2005 года Причем за эти 6 лет своего существования автомобиль претерпел немало изменений Для китайцев в принципе свойственно часто практически постоянно модифицировать автомобиль прямо на конвейере Из-за этого бывает путаница в том, на каком автомобиле какой узел установлен Модифицированный или нет Те машины, которые продавались на территории России Успели три раза поменять оформление передка, бамперы Два раза меняли схемы крепления кузова к раме Несколько раз пересматривались комплектации и оснащение Двигатели тоже были разные И двухлитровые, и объемом 2,4 литра Все сделаны по лицензии Mitsubishi Коробка передач всегда предусматривалась одна Механическая, пятиступенчатая Сейчас под капотом занял место двухлитровый дизель мощностью 150 лошадиных сил и с крутящим моментом 330 ньютон-метров Китайцы уверяют, что это двигатель собственной конструкции, да еще и который получил премию двигатель года в Китае Дизель это новая разработка Great Wall Как вы уже знаете Этот двигатель мы его испытали и нам очень понравилось Мы посчитали, что нужно его поставить на Hover H5 Потому что по внешности мы считаем, что она более такая, скажем, спортивная выглядит И как раз у нас к этому моменту тоже автоматическая трансмиссия появилась И мы его как бы совместили по этой силе И получилась очень удачная машина Вот мы сегодня его представляем Great Wall Hover H5 Дизель Длина 4849 мм Ширина 1810 мм Высота 1745 мм Колесная база 2700 мм Снаряженная масса 1880 кг Двигатель дизельный объемом 2 литра Мощность 150 лошадиных сил при 4000 оборотах Крутящий момент 330 ньютонов на метр В диапазоне от 1800 до 2800 оборотов Максимальная скорость 170 км в час Расход топлива в городе 8,9 литров на сотню За городом 7,5 литров В смешанном цикле 8,5 литров Поскольку тест проходит в Китае Соответственно и автомобиль предоставлен нам в китайской комплектации Во-первых, материалы, цветовые решения И в принципе отделка салона более характерна именно для китайских автомобилей Потому что те ховеры, которые поставляются в Россию Они все-таки несколько отличаются от данного автомобиля Причем в лучшую сторону Ну, во-первых, появился вот такой вот желтый, характерный для многих китайских автомобилей Цвет пола, сидений, пластика И пластик по качеству соответственный На центральной консоли уже нет той большой мультимедиа-системы Которая устанавливается на российские автомобили Здесь это обычная CD-магнитола с не очень большим дисплеем В общем, в принципе, ничего хорошего о ней сказать не могу На щитке приборов появился стильный дисплейчик Небольшой, правда, но информативный Который выдает показания бортового компьютера И в том числе текущую передачу коробки передач Что касается сидений, то здесь они тоже несколько другие Не такие, как на российских машинах Намного хуже профиль, хуже сам материал отделки Ну и плюс к этому здесь нет электропривода А регулируется все при помощи обычных рукояток Впрочем, подробно об интерьере Ховера рассказывать не будем Потому что буквально недавно у нас был тест Ховера H5 Все-таки главное, ради чего мы здесь собрались Это, конечно же, двигатель и трансмиссия этого автомобиля Поэтому настало время взять ключ Вот такой раскладной Модный, как у настоящих иномарок И завести двигатель Характерный звук дизеля Но при этом удивляет то, что вибраций практически нет Это во-первых Во-вторых, двигатель работает достаточно мягко Что не характерно не только для китайских дизелей А в принципе для китайских двигателей Ну что, первые впечатления достаточно приятные Но давайте все-таки Перейдем к динамическому упражнению Сейчас я могу сказать, что дизель и автомат Вот именно такой дизель и именно такой автомат Для Ховера, наверное, это такое минимально разумно достаточное условие Чтобы можно назвать его, было приличным и таким конкурентоспособным автомобилем Потому что, как уже говорилось до этого в наших тестах И двигатель объемом 2,4 литра, и двигатель объемом 2 литра Все равно это недостаточно для того, чтобы такая большая машина Тем более предназначенная для бездорожья Могла ехать достойно Долгожданный дизель появился И причем даже очень удачный Потому что 2 литра, 150 лошадиных сил и 330 ньютон-метров крутящего момента Это те параметры, которые действительно машине обеспечивают Если не ураганную, но в принципе более-менее приличную тягу Достойную для того, чтобы держаться уверенно и в городском потоке, и на бездорожье Что касается самой трансмиссии То здесь устанавливается 5-ступенчатая автоматическая коробка передач Гидротрансформаторная Что-то мне подсказывает, что это не совсем корейская Это, скорее всего, японская коробка Aisin Которая устанавливается на очень многие Как и корейские, так и японские Кстати, в том числе и европейские машины Достаточно популярные, достаточно знакомые И достаточно уже отработанная коробка передач Поэтому будем надеяться, что проблем с ней не будет Сама же коробка переключается неплохо В принципе, достаточно адекватно Плавно, но все равно я бы не сказал, что на этой машине можно ехать в каком-то активном, спортивном режиме Даже если прибегнуть к ручному переключению передач То характер машины существенно не меняется И здесь я заметил очень интересную вещь Дело в том, что когда в ручном режиме переключаешь на передачу 2 вниз То на какой бы скорости вы ни находились Электроника не дает включить передачу ниже третьей Не знаю, с чем это связано Но, тем не менее, вот такой факт есть И еще одно ощущение, которое меня посетило Так это то, что та информация, которая отображается на дисплее щитка приборов Она не совсем соответствует действительности Не хочу сказать, что китайцы сделали этот дисплей просто так Для красивых цифрок, но тем не менее Допустим, вот в данный момент я переключаю передачу Цифра 3 уже загорелась, но физически ощущаешь другую включенную передачу несколько позже Соответственно, уж не знаю, что первично Действительно включена передача или информация на дисплее Ну, а теперь, что касательно подвески То, ну, здесь, конечно же, никаких изменений нет Это все тот же рамный автомобиль С довольно-таки большими кренами Высоким центром тяжести Поэтому все-таки драйверских подвигов на этом автомобиле Совершать не стоит Да и нету желания, собственно говоря Да и необходимость Машина эта прежде всего для бездорожья Ну, в лучшем случае для города Тем более сейчас автоматическая коробка передач Подтверждает это и позволяет делать это с комфортом Но подвеска задняя жестковата Передняя, наоборот, видимо, излишком мягкая Соответственно, автомобиль сильно кренится Отсюда же и запаздывание в реакции на поворот руля В общем, машина обычный, классический, равный внедорожник Ну, а для того, чтобы окончательно сформировать образ положительного автомобиля в лице Ховера Инженерам я бы пожелал бы все-таки заняться на сей раз рулевым управлением Которое по-прежнему достаточно длинное, не информативное И для того, чтобы повернуть на автомобиль на большой угол колеса Нужно вращать очень много раз колесо И, в общем, это явно не добавляет удовольствия от вождения Сейчас я предлагаю заглянуть на внедорожную трассу Которую приготовили нам китайцы Посмотрим, что в их понимании является бездорожьем Там мы посмотрим, насколько лучший автомобиль стал подготовлен к настоящему оффроуду Да, сразу видно, что китайцы ничего не смыслят в настоящем бездорожье Вот, к примеру, вот это у них называется грязевая лужа Но давайте радоваться тому, что есть И все-таки посмотрим, на что способен дизельный автоматический ховер В чем главный успех ховера на российском рынке? Дело в том, что помимо того, что это хороший проходимец Настоящий, равный, честный внедорожник Он обладает еще и определенным уровнем комфорта Ну и плюс к этому это какая-никакая иномарка И весь этот мини-грет продается за относительно доступные деньги Вот, поэтому для нашего потребителя У которого примерно с такими же внедорожными качествами можно было купить разве что УАЗик Появился прекрасный выбор, хорошая альтернатива Что касается того ховера, на котором еду я Это автомобиль с полноприводной трансмиссией С автоматической коробкой передач и дизельным двигателем Но главное новшество заключается в том, что подобный автомобиль Лишился понижающей передачи, то есть раздаточной коробки Видимо это сделано, во-первых, из-за проблем компоновки, я так думаю То есть автоматическую коробку передач не удалось разместить вместе с раздаточной коробкой передач Это во-первых, а во-вторых, по всей видимости она стала как бы не нужна Потому что, как я уже говорил, недостаток крутящего момента И непрерывность его подачи компенсирует гидротрансформатор А соответственно на центральной консоли можно выбрать режим Либо 2H, либо AVD То есть это говорит о том, что в постоянный полный привод Подключены все колеса Автомобиль в данном случае полноприводный Вдобавок у ковера и до этого не было ни межосевых, ни межколесных блокировок Поэтому теперь это просто полноприводный автомобиль С полным приводом порт-тайм И даже без понижающей передачи Но вот, сейчас посмотрим, насколько это важно Подъездка ховера рассчитана прежде всего на большие нагрузки И конечно же на именно проходимость Геометрическая проходимость этого автомобиля достаточно высокая Потому что у него короткие свесы, большой клиренс Единственное, что, как и у многих автомобилей подобного класса Есть одна единственная проблема Это поперечина, которая держит коробку передач Она находится буквально здесь прям под кузовом Она существенно снижает клиренс И многие современные автомобили, конечно, уже лишены такой функции Но не стоит забывать о том, что ховер это не что иное, как и суд за аксиом середины 90-х годов ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Ховер наконец-то стал таким, каким хотел его видеть потребитель Его можно смело сравнивать теперь с дешевыми корейскими автомобилями Вот только цена, к сожалению, тоже выросла до корейского уровня Базовая комплектация дизельного ховера с автоматом обойдется в 825 тысяч рублей Версии с механикой пока не предусмотрено ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА 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 ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА